100 океанических миль, то есть там 200 километров, это не шутки ни для кого. Я говорю, ребята, это авантюра. Кайтсерфинг Что для меня кайтсерфинг? Кайтсерфинг для меня это образ жизни. И, конечно же, кайтсерфинг для меня это круг общения, новые друзья, новые приключения. Так же, как вот этот наш переход, да, это все-таки большая компания друзей собирается вместе и делает какой-то новый там челлендж. Почитайте про сколько, это 7 плюс 19, 26 лет своей жизни я посвятил генсерфингу. Конечно, сейчас я не настолько фанатичен, как раньше, когда я катался каждый день по 3-4 часа. А сейчас я, конечно, избалован и мне хочется всегда найти лучшие условия, самые хорошие волны, которые, скажу вам честно, не на Гавайях, а на Маврикии. Самые крутые условия для бенсерфинга на Маврикии. Вообще человеку полезно понимать, что он муравейчик. Мне кажется, мы есть человек-человечий, они такие маленькие-маленькие человечки. Вот кайт – это прекрасный способ понять это. У тебя ветер, волна под тобой, и надо с этим подружиться, как со временем. Я долгое время пытался воевать со временем, а потом я понял, что с ним надо дружить. И так же с ветром и с волной. И я через эти вещи, вот если про себя говорить, ну, узнаю себя, пытаюсь быть в гармонии с природой, с тем же ветром, с той же волной, вот, и с самим собой. Первый переход Маврикии Реюньон состоялся в ноябре 2018 года. 203 километра преодолела эстафетой интернациональная команда из 9 российских и маврикийских катеров. Идея этого перехода принадлежала знаменитому кайтеру Константину Аксенову, известному своим отчаянным переходом через Беринга в пролив. Зачем мы это делаем сейчас? Вот, поскольку рекорд поставлен, да, мы перешли, хочется попробовать испытать те же самые эмоции еще раз. Попробовать понять, действительно ли это было страшное везение, или его как-то можно сделать, ну, более-менее доступным такой переход для большего количества фанатов кайдсерфинга. Для того, чтобы спортсмены-любители могли пройти эстафетой 200 километров, нужна серьезная физическая подготовка. Поэтому все потенциальные участники заранее начинали тренировки. Задача по тренировкам была достаточно разнообразная, то есть надо было посмотреть уровень катания всех участников. Человек уверенно стоит на кайте, уверенно делает какие-то необходимые трюки. Еще на тренировках обязательно нужно проверить перещелкивание кайта на борту Риба, потому что это будет несколько раз в океане. К команду 2019 пришли новые люди. Кого-то привлек заразительный пример прошлого перехода, кто-то давно хотел проверить свои силы в рискованном деле, а кому-то были необходимы новые эмоции и впечатления. Морально я готовлюсь встретиться с русалкой. Я не знаю, почему акулы, а черепахи. Я думаю, что в принципе большие волны. Я готовлюсь просто получить много фана. Таким образом, этот кросс я хочу сделать уже долго. Это история, это какой-то новый челлендж для того, чтобы, наверное, увидеть Маврикии глазами первооткрывателя, потому что когда ты отойдешь от него далеко-далеко, увидишь такую маленькую точку, наверное, ты вспомнишь, как видел это Лаперуус или как это видел Ласка де Гамма. Вот эти вот вещи для меня, наверное, более интересны. И теми же самыми глазами увидеть, наверное, и Реюньон. Прикоснуться к себе настоящему, узнать, что я и кто я там, на резинке между этих двух стихий. Ну и проверка какая-то себя на прочность. Когда ты ездишь, это только океан и небо. Ты знаешь, нет океана и ничего. И, да, это очень нравится. Это много адреналин. Оставляя своего годовалого ребенка на берегу, я доверяю нашим капитанам и нашим профессиональным инструкторам. и уверена в том, что можно на них положиться. Команда готова на все сто. Ребята молодцы. 8 ноября в 6 часов утра участники встретились на мысу Лиморн, чтобы пройти паспортный контроль. Маврикийский пограничник поставил печати прямо на пляже, на багажнике микроавтобуса. На станции пугающе развивался красный флаг. Его обычно поднимают для предупреждения о том, что на воду выходить нельзя. Приходят очень большие волны. Канал закрывается, и спасательным лодкам просто невозможно выйти из-за риф. Погодные условия на утро 8 ноября. 5 баллов по шкале Баффорта. Волны до 3,5 метров. Но переносить старт было некуда. После трех дней шторма ожидалось затишье. И старт был дан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышли на трех кайтах. 12, 12 и 13 метров и двух виндсерфингер. Был восточный ветер, а восток дело тонкое, и под берегом ветра почти не было. Кайты еле летали в воздухе. Зато в океане ветер спокойно поднимался до 15 метров в секунду. Уже ставших привычными китов и дельфинов на этот раз встретить не удалось. Из-за гигантских волн эти жители океана предпочли не показываться на поверхности. Только посреди пути неожиданно рядом с участниками выпрыгнул огромный марлин. И, блеснув своим красивым плавником, ушел обратно в воду. Предполагалось, что кайтерам будет не угнаться за виндсерферами. Но ветер внес свои коррективы. Виндсерферы должны были без смены пройти всю дистанцию, но в итоге так и не смогли финишировать. Спортсменам нужно было идти даунвинд почти по ветру. На виндсерфинге держать такой курс практически невозможно. Виндсерферам приходилось идти галцами. То есть кайтеры шли по прямой, а виндсерферы — зигзагом, преодолевая за это же время двойное расстояние. Легендарный виндсерфер Всеволод Шульгин героически боролся и прошел большую часть дистанции. Но ближе к ревильону ветер начал закисать настолько, что продолжать движение было уже невозможно. И он решил сойти с дистанции. И повел, конечно, ветер еще. К сожалению, под концовочку он уже полностью скис, что у него нереально было даже водный старт сделать. Но, как бы то ни было, честно, я бы еще час бы выдержал, а потом бы, наверное, сдался. Позднее, после просмотра трекера Севы, выяснилось, что он прошел галцами 180 км. То есть фактически он проехал все расстояние за 6 часов. Кайтеры шли, сменяя друг друга. Идти в слив по ветру в огромные волны было сложно. Приходилось все время крутить кайт-лупы, чтобы кайт оставался в воздухе. Известный актер Илья Глинников прямо во время перехода научился кататься на дирекшнл – кайтсерфовой доске. Ехать по таким волнам на кайтбордере было нереально. Доска все время зарывалась в чопе. Актеру пришлось осваивать кайтсерф прямо посередине, между Маврикием и Реюнионом в условиях штормового океана. Случалось, что спортсмены растягивались в океане на несколько километров и совсем исчезали из вида. А случалось – уходили и со связи. Но благодаря великолепной организации Константина Аксенова все благополучно добрались до Реюньона. Самым сложным был промежуток, когда Маврикий уже был невиден, а Реюньон еще долго не показывался из-за облачности. В этот момент берега не было видно ни с одной, ни с другой стороны. Оставалось всего 50 километров, и казалось, что Реюньон с его высокими вулканами уже вот-вот должен показаться на горизонте. Но и вовсе не было. Всего 30 километров до конца маршрута, а вдалеке только дымка. За 20 километров до финиша Реюньон появился из-за тумана словно мираж. Красивый и такой долгожданный. В фильмах про мореплавателей, когда первый увидевший сушу кричит «Земля», весь корабль начинает ликовать. Так и участники перехода радовались возможности снова увидеть берег. Переход занял 10 часов 17 минут. Целый световой день, полный риска, волнения и мужества. День, ради которого было 6 месяцев подготовки, подходил к своему счастливому завершению. Спортсмены свернули кайты, погрузились в зодиак и отправились в порт. В жизни много событий бывает разных. Какие-то запоминающиеся, какие-то проскакивают. Каждый день жизни не запомнишь. Но вот переход по океану на 200 километров на кайтах не забыть никогда. Каждое мгновение так оно вырезано в памяти, как все это было. И тот драйв, тот адреналин, который насосом качали во время перехода, его, конечно, никогда не забудешь. Это было не забываемое впечатление, когда ты запомнишься точно на всю жизнь. Потому что много эмоций, впечатлений, и, конечно, большой стресс, который, когда ты переживаешь, ты потом испытываешь кайф того, что ты это сделал. Это была возможность для меня. Я чувствовал себя хорошо. Чтобы закончить, это было настоящая эмоциональная эмоция. И, после того, что мы все вместе вместе, у нас супер экипы, это дубило эмоции. Я очень счастлив. Эта атмосфера та верна. Ладно, это шутка, можно вырезать. Эта атмосфера, в общем, очень крутая. Все время ты находишься в тонусе, не было какого-то расслабления. Очень достаточно большие волны. Чуть-чуть отходишь от катера, уже не видно ни катера. Ориентируешься по кайтам. Достаточно экстремальные условия были для меня. В этом году переход выдался сложнее, чем в прошлом. Ветер был сильнее, более порывистый, выше волны. В целом, людям сложнее было переходить дистанцию. Переход на. Я до сих пор у тебя прийти не могу. У меня до сих пор реально ощущение ветра. Ощущение ветра и перекачки. Потому что, когда вокруг тебя стоят дома по три этажа, вы понимаете, мы шли в шторм. Шли в шторм. Ребята на кайтах и на винсерфах катались в шторм. Это победа! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова